Здравствуйте, меня зовут Даниил, и я приветствую вас на канале Project A. Я хочу поговорить с вами о играх и деньгах. И главный вопрос, на который я хочу сегодня ответить, можно ли получать выгоду, просто играя в видеоигры. Игровая индустрия имеет свойство постоянно эволюционировать и видоизменяться. Правда, выражается это по-разному. В случае с А крупными тайтлами, там чаще всего улучшения сугубо графические, при этом кор и мета геймплей могут быть в лютой стагнации. В случае с инди-играми чаще всего как раз наоборот. Уж сколько в последнее время инди-годноты в разных жанрах вышло, это играть не переиграть. Однако, сегодня я бы хотел обсудить момент, связанный не с графоном и механиками, а с таким неоднозначным моментом, как монетизация в играх. А если еще конкретнее, с внутриигровым рынком, магазином и всем, что касается реальных денег в играх в целом. Если окунуться в недалекую историю этой самой внутриигровой монетизации, то я думаю многие скажут, во всем виноваты эти ваши ММО, вспоминая, как правило, различные корейские или китайские гринделки. На самом деле это недалеко от истины, но все же ей не является. Принято считать, что первым появлением внутриигровой монетизации мы обязаны браузерным играм. Не только ММО, а браузеркам в целом. Примерно с 90-х годов пошла вся эта тема. Создать браузерку было очень просто. Порог входа был самый что ни на есть минимальнейший. Если говорить о самых крупных подобных явлениях, то можно выделить игры вроде Earth 2025-96 года, Head Trick 1997, Planetarian 2000, ну или конечно наш старый добрый бойцовский клуб 2002 года. А вот ММО и Донат как раз вещи изначально были несовместимы, так как родоначальники этого жанра были как правило по подписке. Даже корейские и китайские игры. А уже потом некоторые ММО начали перенимать опыт с браузерок. И даже в платных играх появился внутриигровой магазин. Да, конечно, он не всегда влияет на баланс игры, это могут быть обычные внешки. Но нас интересует сам факт возможности платить сверху обязательной оплаты, скажем так. При этом ничего не получая взамен, кроме эстетического удовольствия от игрового процесса, конечно. Если промотать время до наших дней, то ситуация становится крайне печальной. Например, серия Assassin's Creed, да и в принципе игры Ubisoft, которые уже давно стали платным конструктором, где без DLC нормально сюжет не закончится, а количество гринда вас натуральным образом начнет душить. Даже при условии, если вы любите гринделки. Но при этом вы можете купить лутбоксы в игре, чтобы получать хорошие шмотки, а также купить бустеры опыта, чтобы быстрее перейти в новую зону или просто спокойно пройти по сюжету. Так сказать, экономия времени. Хотя это не только у юбиков. Я вот начал недавно проходить Тени Войны, Тени Мордора были в этом плане гораздо лайтовее, но именно Тени Войны самый, что ни на есть жесткий фансервисный гриндан, где гринд при этом можно компенсировать донатом. И других подобных примеров полным-полно. Вы платите, чтобы потом вас поставили перед крайне примитивным гриндволом или какими-то неудобствами, чтобы вы заплатили еще раз, ну или преодолевали этот гриндвол страданиями. И тут на сцену выходит одна технология, которая переворачивает эту схему буквально с ног на голову. Технология блокчейн. Я не буду грузить вас сложной терминологией, если вы действительно хотите в этом хорошо разбираться, сами найдете всю необходимую инфу и ее в сети полным-полно. Однако, поясню суть технологии максимально кратко и просто, чтобы как бы напомнить вам. Блокчейн это децентрализованная база данных, состоящая из взаимосвязанных цепочек. У каждого блока есть свой собственный хэш, а также хэш предыдущего блока. И весь этот хэш соединяется в общий хэш транзакции. И транзакция будет невозможна, если изначально хэш транзакции будет не совпадать с конечным. Если переписать или подменить хотя бы один блок, его хэш изменится, после чего вся цепочка пойдет по звезде. Но прикол в том, что эти блоки проверяют совершенно разные люди в системе, полная децентрализация. И чем больше людей в этой системе, тем транзакция надежнее. Поэтому технология блокчейна является, по сути, самым надежным способом передачи данных в мире. И поэтому ее очень не любят государственные структуры безопасности или банковской системы. Благодаря технологии блокчейна смогла появиться так называемая криптовалюта. Блокчейн без криптовалюты возможен, криптовалюта без блокчейна нет. Криптовалюта же это своего рода виртуальные деньги, которые, в отличие от обычных, не имеют физического выражения. Даже если брать электронные деньги, они не берутся из воздуха. Каждый рубль на вашем киви-кошельке или на вашей банковской карточке, все это подкреплено реальными деньгами. И они не могут появиться из воздуха, иначе это натуральное фальшивомонечество или же киберпреступление. Не делайте так! Откуда же появляется криптовалюта? Это плата за то, что кто-то предоставляет вычислительную мощь своей машины для передачи собственно данных, их проверки, их подтверждения, одним словом, для транзакций. При этом количество этой самой определенной криптовалюты ограничено. Не может быть создано, например, больше 21 миллиона биткоинов. Это механизм регулировки ценности этой самой валюты, потому что переизбыток ведет к удешевлению, экономика пятокласса... Да, всем пофигу. Однако тот же биткоин не является золотом, не является по сути-то и деньгами. Он не является практически ничем. Это просто набор данных. Это даже не крышка от бутылки или фатик от конфеты, которые можно потрогать. И его ценность, если судить примитивно и консервативно, полностью отсутствует, так как это, опять же, нельзя потрогать, этого в некотором роде не существует в нашем материальном мире. Однако, как показывает практика, ценность этого набора данных, то есть криптовалюты, есть. И ценность разных криптовалют имеет свойство отличаться. Конечно, механизм формирования ценности криптовалюты я уж точно вам рассказывать не буду, в этом ролике нас это мало интересует. Скорее нас интересует способ добычи этой валюты. Способов несколько. Первый, это, конечно, купить. Существуют биржи крипты, где можно продать или купить различную крипту, обменяв ее на реальные шекели. Второй способ, это намайнить. То есть предоставить свою мощность, чтобы проводить эти самые операции. Однако, в случае с майнингом все весьма сложно. Чтобы намайнить, я бы даже сказал, нафармить какое-то адекватное количество этой самой крипты, надо весьма этак дохрена вложить в эти самые мощности. Почему сейчас видеокарты стоят дорого? Кризис полупроводников? А это только одна из причин, которая, да, повысит стоимость железа, но процентов на 20-30 максимум от рекомендованной цены. Но вот те же консоли. Да, их мало, но купить их в принципе можно, хоть и придется отвалить предположим не 50 тысяч, а 70. И нам очень повезло, что на консолях нельзя майнить, в отличие от видеокарт. На видеокартах же майнить можно, поэтому спрос на них еще выше, чем на консоли, их скупают чуть ли не с завода тоннами, к этому плюсуем их недостаток, а чего их ценники для обычных геймеров просто неадекватные. Короче говоря, этот способ нам не подходит в топку его. Однако, есть способ получать криптовалюту интереснее, играя в видеоигры. И более того, эта тема оказалась настолько интересной и практичной, что начала развитие в игровой индустрии просто какими-то бешенными семимильными шагами. В чем суть? В обычных играх вы тратите деньги безвозмездно. Вот вы отдали за игру 30 баксов, еще DLC на десятку взяли, и на сдачу прикупили какой-нибудь скинчик. И все. Этих денег вы больше не увидите, разраб их скушал. Блокчейн игры в этом плане работают совершенно по-другому. Они используют в своей основе либо собственные криптовалютные токены, либо уже существующие. Например, одна из самых популярных криптовалют в играх, Этериум. Вы не тратите деньги, вы их инвестируете в криптовалюту. Абсолютно вся какая-то добыча и лут в игре, ваши скины, оружие, броня, танки, дома, все это является ценностью, которую вы можете обменять на крипту. Блокчейн игры буквально с ног на голову переворачивают концепт монетизации в игровой индустрии, где вы можете получать реальную выгоду за то, что играете, выводить эти самые активы и переводить их в другие игры. А разработчики просто оставляют часть этой валюты себе, грубо говоря, в виде комиссии, и на этом, в общем-то, неплохо зарабатывают. Давайте поговорим об этом на живом примере, чтобы вы могли взглянуть на все и понять механику. Объясню на примере залипательной покемоноподобной игрушки Axie Infinite. Суть в том, что для входа в игру нам нужны те самые Axie, существа, которые состоят из разных частей тел. Мы, собственно, заходим в игру, потратив определенную сумму денег, тем самым инвестировав в криптовалюту. В этой игре используется собственный токен и валюта. Затем начинаем играть. По ходу игры зарабатываем валюту SLP, которую можно выводить, за счет нее дабы просто получать ловешку или купить токены Axies, которые нужны для скрещивания аксиев. Ну и, разумеется, кроме фарма в PvE можно еще играть в рейтинг PvP, а если еще и высокие позиции в рейтинге будете занимать, то и заработок будет соответствующий огромный. Так вот, что тут представляет из себя ценность? Все. В том и суть криптоигр. SLP – раз, токены Axies – два, сами аксии – три. Особенно аксии. Ведь грамотно скрести в двух, можно получить что-то крайне редкое, крайне сильное, а ценники на них будут уже совсем другие. Это один из самых базовых и элементарных примеров. Игр куча и в каждой свои заморочки. Своя валюта и свои золотые автоматы. Во всем этом мы поможем вам разобраться на этом канале. Итак, в чем основные плюсы блокчейн игр? Конечно, это возможность заработка. Это самое главное. Просто играя в игру. Потому что все основные добываемые ресурсы, шмотки, вещи и так далее, все это представляет ценность в криптовалюте. И эти средства вы можете спокойно и легально выводить из игры, перемещать в другую игру, либо же выводить себе на кошелек. Плюс к этому, за счет блокчейна, все операции, покупки, выводы, все это намного безопаснее, чем через какой-нибудь PayPal. Плюс к этому, вы получаете возможность стать первопроходцем самой настоящей революции индустрии. И расцвете новой эпохи, уж простите за пафос, но по-другому тут и не скажешь. Хотя, конечно, у всей этой схемы есть и минусы. Куда же без этого. Первая проблема, индустрия блокчейн игр только в зачатке. Она только начала свое развитие, и поэтому большинство проектов с точки зрения геймплея довольно скучные и служат больше как таймкиллеры, нежели полноценные высокобюджетные игры. Но это только пока. Уже есть несколько довольно крупных проектов. Например, MMORPG Мир 4. Или же недавно разработчики MMORPG MadWorld сказали, что в игре будет блокчейн. И так далее. Все эти игры мы, конечно, будем разбирать на этом канале в будущем. Вторая проблема. Ваш заработок зависит от того, когда вы прибыли в игру. Понятное дело, чем раньше, тем лучше. Так, в принципе, работают инвестиции. Чем раньше вы вложились, тем больше в долгосрочной перспективе заработаете. И человек, который пришел уже после вас, через год, предположим, заработает скорее всего уже поменьше. Третья проблема. Порог входа во многие блокчейн-игры с финансовой точки зрения довольно, а порой и крайне высокий. Об этом мы поговорим уже в следующих роликах, конечно. Поэтому, если вы интересуетесь блокчейн-играми, и хотите узнавать о самых свежих релизах таких игр, о самых актуальных проектах и их новостях, вам просто необходимо подписаться на наш канал обязательно с колокольчиком, поставить лайк этому ролику, и написать в комментарии, насколько вам интересна эта тема и готовы ли вы изучать ее дальше. И Project Armor станет вашим главным проводником к возможности зарабатывать, играя в видеоигры. По мне, это очень выгодная сделка. Спасибо за просмотр. До скорых встреч.